Похлопай там. Вот, нашел. Спасибо. 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 Вот пример. Он был открыт в 1975 году. Во время скучки. Летал такой SAS 3. Тогда же они смогли определить положение его в 35 секунд. Вот. Ну и потом переанализировав данные, они сделали достаточно большую работу по SAS. И они нашли пульсацию отнес 9,3 секунды. И все. То есть прошло 30 лет. Происточник ничего не было известно. И тогда же, по-моему, в этой же работе Керри они сказали, ну вот, из-за того, что он транзиентный, есть изменение спин периода, наверное, это бы и есть система. Все. На этом все было закончено. В седьмом году была вспышка. Наблюдал его телескоп SRT. Точность локализации удалось уменьшить, как только с половиной секунд. И еще была абсурдоверна СТЭ, по которой были сделаны орбитальные параметры. Довольно забавно шел бы результат неправильный. И точных положений неправильный, и орбитальный параметры неправильный. Ну, про первое я сейчас скажу, про второе не знаю. То есть, опять же, предположительно оставалось мысль о том, что это бы есть система, но не было определенных оптических моментов. И вот, значит, в январе 2015 года произошла вспышка. Вот тут я пример нарисовал. Кривая блеска телескопом БАК полученная. Вот для сравнения вспышки 2007 года и 2015 года. Они приблизительно одинаковые. Но видно, что они очень интенсивные в сравнении с теми, когда я показывал, когда источник может краба достигать. Это сразу наталкивало на мысль такую, что это, скорее всего, судя по длине несколько месяцев, гигантская вспышка. Ну, просто по ее морфологическим параметрам. Но из-за того, что она такая слабая, источник должен находиться очень далеко. Вот. Значит, нами были заказы и проведены наблюдения на обсерватории Мустар и на обсерватории Чадра. Ну, первое, мы искали циклотровую линию. Второе, просто хотелось все-таки определить оптический компонент положения. Ну, параллельно в мониторе Муэм нестабильной форме. Он деталирует, так сказать, изменение периода пульсации. И вот здесь видно, как он меняется во время свечи. Все это в комплексе. Ну, давайте с последнего счета дало возможность правильно определить орбитальные параметры. Вот сейчас мы такие. Это система с небольшим синтезитетом и с периодом 31,3 дня. У инусов связь, правильно помню, было 29. И вот большая по ось, не 200, а 150. Ну, там неправильно. Вот. Дальше спектр. Нам повезло. Нам дали ТО наблюдения на Мустаре. Вот Сергей Цыганов был пиаемый для занятий. Ее премии довольно кратично наблюдали. И вот в свете мы здесь видим. Он такой довольно горбатый. Есть мягкая компонента и есть яма здесь. Можно было разными моделями. Мы там перепробовали, наверное, штук пять-шесть моделей, которые могут по-разному написать континуум. Но во всех моделях нам необходимо в районе 23-25 км ввести дополнительную линию, которая вот эту яму с повношением здесь бы нам убирала. Мы ее интерпретировали, значит, как соответственно циклотронную линию. И отсюда получили оценку на магнитное поле на поверхности нейтронной звезды. Значит, 3 на 10 в 12 градусах. То есть вполне себе обыденное такое значение для нейтронных звезд, типичных оконфицирующих пульсов. А теперь мы в руках имели два... А, сейчас еще расскажу про это дело. Что вот этот результат подтверждается результатом фазерной спектроскопии. Вот здесь видно, как по пульсу меняется параметр циклотронной линии в том числе. Также параметр континуума. Ну а такой для наглядности. Просто мы взяли два спектра. Получен на разных фазах поделия один на другой. Видно, что на параметрах 25 км существует такая большая яма, связанная с тем, что просто оптическая глубина линии сильно меняется по пульсу. И вот мы взяли максимальное состояние с минимальным. То есть это вот такое подтверждение того, что циклотронная линия есть и значимость очень высока. Интересный момент. Мы когда-то давно с Сергеем Цитанком отмечали в работах так по В. 3.3.2.4.1.115. То, что доля пульсирующего излучения, она в принципе растет с энергией. Но у нее растет не монотонно. Иногда в ней появляются либо ямы, либо наоборот максимумы. И, как правило, это наблюдается вблизи положения циклотронных линий. Вот здесь мы видим то же самое, что яма в положении циклотронной линии. А еще можно видеть просто такую волну на профиль импульса. Как он меняется в район циклотронной линии, есть вот такая волна. Ну, здесь может быть кто-то скажет, что она не такая заметная. Но вот, для примера, после нашей старой работы седьмого года, где несколько гармоний циклотронной линии, вы видите, как это все дергается. И это теоретически еще. Почему это дергается? Попраздновать позже уже, в работе 2014 года, в работе Шунтерс модели. Так, мы в руках теперь имеем измерение восточной, измерение магнитного поля. Полагаем параметр нейтронной звезды, извини, что пью. Я здесь взял километров, а не тринадцать, как вчера два. Но это не имеет значения. Простейшее, что мы знаем, Гоша Лэмба. Сейчас мне тут все будет бить ногами, но не сильно подождите пока. И мы можем, значит, оценить отсюда просто ту светимость и расстояние, которое потребуется в этой простейшей модели передачи в нового момента. Все ругают и знают недостатки теории Гоша Лэмба, но есть вот хорошая работа недавно, которая делала Артемик Белопорова с Кольковским парфей. Разные модели сравнили и показали, что в области высоких темпов, ну, здесь Ньюс-точкой, ПС-точкой, они приблизительно одинаковые. Разница не очень велика. Разница начинается в этих областях. Вот этот ПС-точек, который мы наблюдаем, мы сидим где-то здесь. Поэтому, если мы возьмем эти разные модели и будем их применять, расстояние у нас будет не сильно меняться. То есть расстояние будет далеко от 20-х парфектов. Опять же, есть параметр КСИ, вот здесь который тоже немножко модельнозависимый. Но его тоже можно было варьировать 0.5-0.7. Конечный результат 20 плюс минус 4. Это то, что получено по ремьеру. А теперь, что есть у нас в оптике. Как я говорил, вот этот большой круг, это XRT данные 2007 года, то, что было опубликовано в Телеграме. Меня несколько смущало то, что Чандр попал вообще в сторону от нее. Поэтому пришлось переобработать данные в СРТ, с учетом данных от интерфиолетового телеступа. И вот этот белый кружок, нормальный такой же, это правильно обработан данные в СРТ. То есть вот эта просто неправильная позиция была опубликована в Телеграме. Я не знаю почему. И вот видно, что они хорошо совпадают и красный, и белый кружок. И вот на праве есть такая слабенькая и слабенькая звездочка. Мы попросили наших коллег на САЛТе провести наблюдение. Это чрезвычайно трудно, потому что САЛТ все-таки обладает определенными ограничениями. И по погоде, и по системе резертал. Поэтому синт там довольно плохой. А тут видно ядок. Рядом стоит очень яркая звезда. Но, тем не менее, нам повезло. И мы в двух фильтрах смогли отнаблюдать эту звезду. Вот ее величину. А поглощение в этом направлении, в галактике, вот такое. То есть от этой минимальной, что есть в этом направлении. Потому что в самой системе, как я буду в спектральных параметрах посмотреть, там где-то 2,3 было. Вот. Теперь опять же, если мы знаем, что, ну, мы же так предполагаем, что это BE-система. И знаем из обзоров, что, в принципе, она... Такие системы, как правило, компоненты имеют класс не позже B2, B3. Мы можем просто вот из этих наблюдаемых величин. И надо постараться оценить расстояние, предполагая вот такое минимальное поглощение, которое было бы до такой звезды разных спектральных. И мы видим, что, в принципе, даже если это опор еще будет где-то на проекте галактики, но многие, которые я знаю, BE-системы здесь, они где-то в проекте B0, B1. Соответственно, расстояние из области получается минимальное, которое есть в 14. Ну ладно, такое, которое мы ожидаем, порядка 20, что хорошо совпадает с тем, что это реагирует. Теперь, если мы посмотрим на галактику, то я ее, правда, прошу прощения, картинку перерываю поверх ногами. Удобнее смотреть снизу от Солнца. Вот здесь Солнце, центр галактики, это последняя работа Урт, достаточно хорошая, интересная провод. И вот положение нашего объекта. То есть он ровно находится, по-моему, в Себегариусе. Дальняя-дальняя часть. И фактически это одна... Ну, на данный момент это самая известная, далекая, массивная, двойная система в проекте. Вот. Работа в этом направлении продолжается. Я знаю еще, по крайней мере, 2-3 объекта, которые тоже в ВЕ, как положено, вспыхали, которые очень тухлые. Надеемся, что вот эта методика, которую мы тут работали, и взаимодействие с нашими пыльями из Южной Африки, она поможет и дальше двигаться в высоте дальней части галактики. Трое заключение. Соответственно, мы определили орбитальные параметры нашей системы. Правильно определили. Мы измерили напряженность магнитопольной звезды на поверхности странной звезды. Определили точное форматическое положение источника. Определили оптический компонент в нашей системе. И независимо по оптическим рентгеновским данным определили расстояние порядка квадратных процедов. Мы видим определенно самую дальнюю известную массивную систему в проекте. Спасибо. Спасибо за внимание. Вопросы? Когда Вы измерили положение циклатронной линии? Отличный рентгеновский положение подразумевает поле на поверхности нейтронной звезды? Ну, это вопрос и формируется, да, циклатронная линия. Но, согласно, опять же, последним теориям, которые развивались в нашей группе, что циклатронная линия формируется в отражённой компоненте на поверхности нейтронной звезды. Ну, дальше можно спорить. Ну, здесь есть представитель, который... Саш, ну вам надо как-то доказать, что это звезда B. В смысле, что это B. По цвету посмотреть. Разность цветов ему там можно посмотреть. Я не стал здесь приводить кучу всех этих аргументов. Они себе пощуплены статьи могут показать. Понятно, что хорошо бы снять спектр. Цвет совпадающий. А вот лучший, конечно, имеет спектр. Но САЛ не может это сделать. Ну, по объективным причинам просто. То есть нам просто повезло с Паводикой. То есть были до этого наблюдения, там был плохой синх, и они снимали яркую звезу спектра, и он получился плохой. И вот Таусы, они в январе не смотрели. А потом выяснилось, когда что-то я получил данный ЧАНТР, что эта звезда совсем другая прожла. И мы тогда сделали фотометрию, и вот она такая хорошая. Но, кстати, пытались сделать фотометрию в Ашанте, и тут реально одежда будет. Но цена подальше от УП. Инфракрасные данные что-то могут дать дополнительные? Ну, в каталогах нет. То есть это нужно смотреть отдельно. Надо смотреть, ну, с Чили, короче, с ВЛНТ, там, где-то, а тут смотреть. Так, хорошо, больше вопросов нет. Давайте поблагодарим докладчика. Следующий доклад Сергея Малькова. Это LMC-X4 рентгеновские часы в большом и дивановом облаке. Слышно? Значит, я расскажу немного о другой новой системе, тоже массивной. Она немножко дается, потому что она находится в их нашей галактике. Так же, чем самая далекая, в нашей галактике. Название LMC-X4 так же не телефонная, но гораздо проще. И потому что она находится в роватке LMC-X. В роватке LMC-X большого негаларного опыта. Значит, в большом негаларном опыте. Это было в большом и дивановом облаке. Это было в 1977 году. По данным перескопам уровня. Ну и немножко о геометрии данной системы. Я буду говорить в этом докладе о периодических сигналах в ревидентском потоке от данной системы. И, соответственно, немножко сказать о геометрии. То есть, эта система запменная. То есть, ревидентский источник. И источник ревидентского излучения за звезды, он периодически прячется за своего аномального компания. Это звезда OB оптического класса. Звезда яркая. Заполнила свою полость рожью. Поэтому вспоминавался операционный диск. И таким образом, чтобы оправдать название, доклад почему собственные числи. Потому что у нас есть три вида. И периодические перемедленности. Самые медленные из них — это протисионные. Какой-то полагается, что у нас связаны с прецессией атриционного диска. И период этой прецессии воюет, наверное, 30 с небольшим дней. Соответственно, следующее — это собственное орбитальное обращение двойной системы с периодом 1,4 дня. И спинт, то есть вращение нейтронной звезды с периодом 13 секунды. И удивительно, что каждый из этих периодов с хорошей точностью сохраняется в состоянии во времени. Поэтому мы можем рассматривать как часы. Забегая немножко вперед, в дальнейшем вот эта часть часов не задействована. Возможно, есть еще и четвертая сеть переменности. То есть источник уникальный. Таких немного. И наша первая цель будет уточнить параметры всех этих модуляций. Для этого... То есть, наверное, начнем с этими методами, с этими детальными переменностями. Мы... Сделать это мы будем... Сделаем мы это по данным свежихват. То есть, несмотря на то, что источник далеко, он довольно яд и виден, например, уникаризм с ватом, довольно уверенно регистрируется поток в данный свежихват. Таким образом, мы можем прописать, практически, каждый период. Каждый период – это единственный цикл. Что мы сделали? То есть, мы нашли положение максимумов. Здесь только часть, привод детства, наверное, она растирается на около 8 лет. Таким образом, мы нашли максимум в этой привод веса. То есть, 180 точек. И нашли решение для... И нашли решение для ссорной лисоиды. То есть, получили, что в период, в средний период, у нас в районе 30,36 копей. Не слышно было, да? 30 с небольших дней. И получается так, что он, что поисточку нам привлекать не пришлось бы, а поисточку самостоятельно решение с нулём. То есть, и не ускоряется, и не замедляется этот период. И... Однако... То есть... Однако, мы проверили, насколько всё-таки средний период хорошен в списке данных. Если мы свернём исторические привы и посмотрим, насколько, собственно, от этого решения будет отклоняться нулевая фаза. Что-то или временной момент времени. И мы заметим, что она... Тогда мы решили посмотреть, что было ещё по другим данным. Привидентом взяли самые далёкие данные БАЦИ. И получили, что с сохранением периода процессии, тем не менее, фаза у нас изменяется хаотическим образом. То есть, мы ввели нервную периодическую модель на поправку этой фазы. Скорее всего, фаза... То есть, вот эта кривая, она, в общем-то, сопоставилась с красным шумом. То есть, это просто как бы полностью движение... Где-то полностью движение вокруг. То есть, вокруг среднего значения периода. Значит, зачем мы сделали все эти поправки? Затем, что иногда удобнее делать анализы, диспетеральный анализ и другие, не во временной шкале, а в фазовой плоскости. Для этого... То есть, для этого мы должны совместить с самым периодом. И кривая блеска в фазовой плоскости выглядит следующим образом. Мы видим, что потопка очень сильно меняется в зависимости от фазы. Здесь применим четыре инструмента. Вот. Но, тем не менее, они подобны между собой. Этой... Следующим... Мы почти таким же образом сделали... Применили ту же самую методику для определения орбитального решения. Только в данном случае мы находили не максимум его блескость в орбитальном периоде, а середины... середины затмения. Мы используем все возможные данные в орбитальном периоде, даже от мягкого до жёсткого. И здесь мы просто демонстрируем, что затмения подобны другому, и что их середина, в принципе. Что мы определяем, что их можно использовать совместно. Те и другим. То же самое, как нам. То есть, посмотрели все данные интеграл, все исторические данные. Взяли несколько оптических... Оптические... Вот. И... Один... Я здесь подгушу... Подгушу... Здесь для нас, возможно, в дальнейшем будет важно, что... Мы уточнили это решение. Вот. Здесь... Здесь... Мы уточнили решение, и период... Период известен, там, до восьмого знака, мы можем сказать... Мы можем сказать, что... Период орбитального обращения заявляется. В данном случае просто были определены... Уточнены ошибки. Дело в том, что параметром не является в этой модели, независимым, о чём говорит, собственно, вытянутый... Вытянутый возрос на... То есть, у нас три параметра, и каждый определяет... Мы определили период, определили параметры обращения. То есть, если мы применим... Эти знания, мы можем сказать только точно, что... В ближайшую... Что... Данные хорошо объяснили... Этой модели. Соответственно, то же самое, что делали сверку с обитальным переводом. Видим, что поток от системы в... Единственное, что здесь нам пришлось использовать... Это артикальные фазмы... Двоевый максимум... Чтобы избежать... Чтобы себе выделить сигнал... Потому что источник довольно расплаты... Только... Так... И мы видим, что... Изучение... Более-менее постоянное от артикальных фазмов... Не зависит. Мы здесь ключевым закономим. Вот. Ну, самое интересное в той работе, что хотелось бы отметить... Это исторические вариации собственного вращения. То есть, это, собственно... Это скины. То есть, скины... Мы скинули 12,5 секунд... До момента... Значит... Мы собрали... Из литературы данную... И сделали свою... Черную... Это то, что нам удалось найти в литературе... Красную... Это наше измерение периода... От времени... То есть... От 77-го уровня... И до настоящего времени... Значит... Сразу выраженным глазом... Видно, что... Период... То ускоряется... То замедряется... И... На самом деле... Очень хочется... В данном случае... Положить... Изменения этого периода... Вносим условиям... Вот... И так... Так мы можем предположить... У нас здесь... Четвёртый перемен... Но... Мы довольно... Вольно пошли... То есть... Мы... Когда мы достали... Фитилосуэли... Вдруг брали первые две точки... И... Последние точки... Такой воле... Мы могли себе позволить... Измерения... Вот эти измерения... И измерения этой точки... Были сделаны... во время всплесков, которые наблюдаются, а остальные в спокойном состоянии и, возможно, эти периоды как-то отличаются. Поэтому мы такую больно себе позволили, архитировали переменность асимусоиды. Ну и, конечно же, первое и самое заманчивое предположение, что наша двойная система находится на облике третьего тела, на облике черного тела. И, если вычислить по данной опросе массы, можно вычислить паралитр этой черной тела, и она оказывается, ее масса, это две тысячи массы Солнца. Что по себе очень сильное утверждение, это черная тела получается средней массы, что давно все ищут, но никто ее не находит. Ну и, поскольку утверждение сильное, а базы не очень наполнено, что мы увидели несколько точек, то есть мы стали проверять эти растения. Есть оптические наблюдения этой системы. По этим оптическим наблюдениям полутоплива также были определены по линиям, излучения гелия, излучения гелия, излучения водородной двери. По поглощению водородной двери измеряется скорость компаньона в данной системе, по излучениям, по линиям излучения гелия измеряется скорость нейтронной звезды. Ну, по, значит, по рейтингу измерениям получается, что средняя скорость, средняя скорость двойной системы по отношению к нам около 260 км в секунду. Значит, из нашей аппоксимации мы получили, что скорость, если бы двойная система обращалась вокруг черной дыры, у нее скорость порядка 160 км в секунду. Измерения были сделаны в этой точке. К сожалению, очень мало арктических измерений. Было сделано здесь. То есть где мы ожидаем максимальное красное исключение, то есть увеличение частоты. Таким образом, эту скорость мы должны добавить к этой средней скорости, если хотим вычислить, понять, с какой скоростью движется самостоятельно. Средняя у нас черная дыра. Т.е. от 260 до 160 км в валюту 4С с небольшим км в секунду. Однако, в большом угловном углу оба очень эффективно исследуется. И известны динамические характеристики движения звезд в большом угловном углу. И получается, что в данном случае это скорости на луче зрения. Случевые скорости несколько сотен звезд в большом угловном углу. Это изработало на деморале. И везде, в результате, в частности, находится здесь. И скорость у нас должна быть в районе 200 км в валюту. Но второй аргумент, какой их можно определить. Но второй аргумент, он более быстрый для этих технологий, что там действительно вращение вокруг черной дыры, это так, что спин, то есть орбитальный период, в таком случае, он бы тоже подвергался изменениям. Тем же самым, тем же самым добривостным смещением. Но, как мы видим, как до этого я вам показывал, мы знаем орбитальный период с очень хорошей точностью и точно не видим в этих модуляциях. Так что, скорее всего, искать объяснение надо в другой области. Ну и, соответственно, если мы не можем отфоксимировать силосы, мы можем здесь отфоксимировать черный клуб. В частности, мы можем вернуть эти точки на место. И очень хорошо, относительно хорошо, можем качественно описать изменения периода или просто видеть набор лениных, набор линий. То есть, фактически, пульс обскоряется, измедляется, 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 измедляется. И, в принципе, такие наблюдения были. То есть, такое наблюдение было отмечено и в других пульсах. Например, 16-26-67. Вот из работы Тамара Аранса. То есть, это реверс-топ называется. То же самое было в поведении. Он ускорялся, телеведлялся. И вот в какой-то момент обнаружили, что он ускоряется. Единственная разница. То есть, теории, которые сейчас существуют, для изменения скорости вращения, то есть, изменения режима заведления на ускорение или обратно, подразумевают изменения интенсивности или темпа апплеции в твоей системе. И мы увидим. А мы поверили корреляцию. То есть, мы попытались найти эту корреляцию. И у нас не удалось. У нас получается, что примерно темп апплеции в данной системе одинаковый. Тогда непонятно, с чем связано такое поведение. И здесь надо смотреть другие варианты. Ну и в качестве одного из таких вариантов можно предложить просто, что в одиночном изолированном пульсарах наблюдается примерно такое же поведение. То есть, там нет ни открыться, ничего, а спин меняется. Здесь, на самом деле, нарисованный спин, резидиум. Относительно модели, здесь есть постоянные составляющие ускорения, торможение пульсара, а вокруг этой постоянной составляющей идёт нопуляция сигнала. И кривые очень похожи на то, что мы получаем. То есть, вот, например, в 7 миллиметр секунд, мы возьмём секундный пульсар, и поведение примерно такое же. То есть, возможно, это связано просто с внутренним процессором электронной звезды. Ну, таким образом, на этом слайде я и закончу. То есть, АПД тоже можно сказать, что мы провели работу по уточнению орбитального параметра и исследования исторических и исследования вариаций спин-переменда во время. Спасибо. Вопросы? У меня вопрос по поводу суперорбитальной переменности. Вы предполагаете, что это просто лист, который наклонён к орбитальной плоскости системы, и он протисирует? Да. И таким образом происходит такое затмение, и из-за этого... Затмывает большая ампульска. Либо заглывает, часто изучает... Такая большая ампульска, по-моему, только в случае затмения может возникать. То есть, там, от нуля практически, по-моему, вся ампульска должна менять? Да. Да, с 40 ампульска. То есть, это... Скорее всего, диск должен быть не в плоскости... Да. Ну, по поводу колобарин, и вот здесь пытались рисовать довольно близко. То есть, более-менее реалистично. То есть, диск действительно выполнён в плоскости. А вот, по-моему, 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 по-моему. Спасибо. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Если нет, давайте докладчик еще раз поблагодарить. Наш следующий доклад будет Алексея Автозаметко, который расскажет нам про поиск быстрых радиосвлесков данных высушительного обзора на стадии стима интерьера. Вот, я пока откончу. Время не теряется. Время не теряется. Я расскажу про точную коллективную историю, которая продолжается в микрофорах. в Казахстане. Еще раз. Я расскажу про точную коллективную историю. Время не теряется. Время не теряется. Время не теряется. Значит, я все равно начну, потому что слайд потом показывает. Это довольно много, и мы успеем скачать. Адентативная история по коротке радиосплески, которая происходит на наших глазах сейчас, и меня она заинтересовала. Я долго не присматривался, относительно долго, с момента их открытия, потому что очень похожа эта история на открытие космических гамм. Вся история не очень повторяется по исследованию. Это буквально шаг за шагом, а только с лагом в 35 лет. Значит, здесь будут две части, нет, даже не две части, а лучше, частей. Наверняка большинство из нас знают, что быстро радиосплески, по-английски построили горст. Они были наивны в архивных данных территорий парк в Австралии, в высадных обзорах. Ну и здесь картинка, она такая, мутация Волинга в Science. Вот тут параметры нарисованы. Вот здесь проводят сплески. Здесь частотные каналы, здесь время. Вот здесь интегральные кусочек сплеска, значит, 35 миллисекунд. Вот яркость 30 янских, область янских. Урон найден это всё на 4 ГГц. Ну и хорошо видно, что тревая. Значит, здесь чёрная интенсивность в частотном канале. Хорошо видно, что большая мера дисперсии. То есть, если бы дисперсии не было, то чёрная клевая была бы вертикальная. Здесь она вот такая вот. Классические для мегалактических источники. Ну, собственно говоря, это и всё, что мы про них знаем. Публикаций достаточно много. Вот, оказывается, с помощью практически соавтор доклада Сергея Попова, в том, что три слайда я покажу из его компиляции. Вот на сегодняшний день. Я считал, что их 15 штук. Оказывается, что их 16 штук на сегодняшний день известно. Конец ноября. И вот табличка, где все они перечислены. Значит, здесь, так же, как в Гамус в Плесках, наименование год, месяц и день. Ну, соответственно, если посмотреть на соответствующие статьи, там есть, прийти и время, но другие поранее. Вот 16 штук, то есть перечисленные их есть. Это мало. Это их мало. Вот с 2002 года их удовольствие 16 штук. Часть из них в архивных данных. Большинство. Один в реактивном времени. Уникальность состоит в том, что пока непонятно, что это заявление. Но вот, так же, как в Гамус в Плесках, пока были спекуляции, что это галактический источник, но вроде бы миродисперсия такая, что практически отвергает вам множество галактического происхождения. И вот опять виталия от Сергея Попова. Количество моделей. Что интересно, что количество моделей, я так думаю, что он специально сделал 17, ну всякие вариации, чтобы их было больше, чем количество источников. Потому что в свое время, когда начинали исследовать сплески, это были 80-е годы, 70-е годы, конец 70-х, начало 80-х, в регистрированном Гамус в Плесках было порядка количества моделей Республики Винарли, которая является реактором исследования Гамус в Плесках, в долгожительном сети IPN, где он мобилизует эти сплески с помощью деангуляции, была статья, посвященная сбору этих моделей. Вот там было больше 100 моделей перечислено. Вот если отвернуть назад, когда все эти модели были предложены, то количество моделей было порядка количества сплесков. Прямо сплесков. То же самое сейчас. Я думаю, что если взять всякую модификацию, моделей больше не будет. Ну вот, может быть, мне были же две модели, я про них очень коротко скажу. Это гигантские спешки СОП Камрикитров и Калакс в Черную Геру, СОП Камасиму. СОП Камасиму. Вот, значит, Сергей Попов с каким-то основным, когда были открыты и быстро найдут всплески, мы с ним посмотрели их частоту. И оказалось, что частота очень близка в частоте появления гигантских вспышек от СОП Камрикитров. Почему она равна? А? Почему равна эта частота? Я сейчас скажу. Вот здесь большие расхождения, но, скажем так, хорошая оценка на сегодня – это тысяча гигант. Но это плюс-минус лавность, потому что оценки сделаны во многих предположениях. Вот, значит, из частоты появления в локальной вселенной гигантских вспышек от СОП Камрикитров было сделано предположение, что эти быстрые объекты связаны с магнитарными, ну, с магнитарными, конечно, не обязательно. А вот совсем недавно Барский, соответственно, уже физический механизм предложил, как это можно сделать. Значит, там всё очень коротко. Лучше отослать в короткую статью, но всё очень коротко. Гамма-излучение очень короткое. Вот в гигантской вспышке распространяется в пустой среде. Там есть туманность с резкими границами. И вот, когда гамма-излучение возбуждает эту резкую границу, тут уже появляется короткий радиостный. Там есть вот эта модель проблемы. Мы опять не сейчас их обсуждать. Статья у вас у них вылечится. Вот. А мы, значит, здесь вот анимации не будет, потому что нет самого спроса в файле. Мы тоже сделаем, значит, файл с СОП Кампова. Ну, вот видно, значит, что здесь вот этот магнитар, он что-то там работает, работает. Потом происходит гигантская вспышка. Гигантская вспышка в СОП Камрикитров это короткая, мощное излучение в течение нескольких действительно на весе пункт, а гамма-излучение. Самое известное, это 806-20, 22 декабря 2004 года. Настолько мощное, значит, приют. Поток от нее измерил мунитосферу и анасферу. Это было хорошо видно на электроновых передатчиках, которые задержку всегда устали менять. Очень мощное событие. Но это было близко. Это, конечно, галактика. То есть 806-21 расположено. А здесь, конечно, считают, что эти ФРБ должны быть в этой модели, которые должны быть в мегалактических гигантских источниках, которые должны быть в ближайших галактиках. Ну, вот здесь излучение придет достаточно в туманность, в туманность достаточно и в треск, и это должна быть в границе, чтобы обеспечить миллисекундное переизлучение мазером в радиодиапазоне. Если она не будет очень резкой, то она ничего не получится. Ну, и у нее ближе, на самом деле, другая модель. Почему я дверь подрывая фраза? Потому что мне они, кажется, наиболее подобные. Значит, вот есть космические гамма-сплески. Космические гамма-сплески имеют после свечения. Иногда есть так называемая продленная фаза. То есть, если свечение падает не по степенному закону, минус один, а вот как вот здесь нарисованы. Вот так, как бы тут должно было выглядеть. А есть фаза плотон. Ну, здесь есть и внутренняя, и внешняя плотон. Но выглядит, как и деловских данных, вот так. Что есть from relation, о которой я вчера говорил чуть-чуть, в течение вести стасику. Программинные средства. Потом есть плоская часть, которая не минус один, а иногда действительно плоская. Вот такое действительно есть. А потом резкое падение и переходное. Модельное решение. Так вот, есть предположение, что вот это плотон спечивается под титкой магнитара, который живет, пока он быстро вращается. Его масса большая. Он должен будет его схлопнуть в черную голову, но затрабежные силы не дают. Ему схлопнутся в течение этого периода, пока он теряет скорость. Да, и, конечно же, он продолжается с большим полем. Потому что, вот, все это можно объяснить, все это на месте можно объяснить, только если он миллисекундный, то если полет там, типа, 10, он много больше критического поля, типа, 10-15. Вот. Но главное, что вот этот момент, когда он потерял свой момент, значит, он мгновенно схлопывается в черную голову, происходит выброс магнитного поля, потому что магнитное поле не может идти в черную дыру, вот это пересоединение в энергетику можно дать, вообще говоря, я не могу там, квадратного высоты, очень много записано по объему. То есть, здесь энергетики хватает, одна проблема с этой моделью, что гамму сплески, во-первых, вот эта фаза платоя, не в каждом сплеске есть, во-вторых, сплескать меньше, чем предполагаемых, как вы сейчас, предполагаемых, причем так это, на два порядка. Виталий с гаммскими вспышками чуть-чуть лучше, потому что их, вроде бы, количество, в локальной вселенной, порядка необходимого, а здесь, не хватает. Но никто не сказал, что эти гамму сплески, они принадлежат одной популяции. Это точно так же, как с гамму сплесками. Гамму сплески сначала будет увидеть едины, потом выделились салт-гаммы и битры, когда в завтра время мы здесь нашел усиливающие источники, потом, соответственно, короткие сплески, единые сплески, сейчас, ну, если брать классику, когда там все закончилось, сейчас чуть-чуть у них на меня каким-либо есть. Поэтому никто не запрещает быть сплеском, быстро войдет сплеском происходящим из двух популяций. Ну вот. Значит, теперь вторая часть, примерно равная по времени, у нас под ногами, не под ногами, а под москвой, расположен механизм строительства милищан. Для него строят милифиан, 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 милифиан. Это очень не важно. Главное, что вот она модифицирована была, установлена современной герой. И вот тут перечислены ее параметры, но она как нельзя лучше подходит для поиска вот этих быстрых радиосплесков. Почему? Потому что мы, как всегда, не знаем, куда смотреть. то есть если нам кто-то сказал, а, смотрите, он туда, он произойдет через полчаса, и вы все увидите. Нам никто не сказал, откуда они прыгнут, из какого направления. Поэтому нам нужно большое поле. Вот чем хороши гамма-инструменты, инфляционные детекторы, которые облигают, что они почти всенаправленные, ну, почти, на высоких энергетах свыше 100 лет, почти всенаправленные. Только Земля иногда затеняет, если это низкая орбиталь. Вот, например, только что упоминавшийся фермией ГБН-детектор, у него поле зрения 4-ти минус 1-3. Спасибо. Значит, что здесь важно увидеть, что полезное поле мгновенное, порядка 40 квадратных градусов. На самом деле оно больше. Там есть низкие склонения, помехи могут быть, техногенные. В общем, полезная площадь где-то 10-3, а 4 мгновенная. Ну и главное, что это круглосуточный обзор, который все время идет, 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 идет. То есть получается, что, да, ну и то, что запись придет в той моде, которая нам нужна, это цифровка, 12 с половиной секунд постоянного времени, 12 с половиной секунд это важно, и в 32 каналах аналитических, ну, часовых каналах. и в общем, уже базово набудрано в течение 18 месяцев. Вот 18 месяцев. То есть, смотрите, с того момента стали ее в такой моде писать. Ну и чувствительность. Чувствительность по-разному оценивается, но вот она порядка Янского. Чувствительность на этой, на статистике миллиардов. Интересно то, что антенна считается наиболее чувствительным наиболее, просто небольшая площадь. Очень просто сделать акцент, если у нас есть поле зрения, есть в частотах и времени этих ФРБ, понять, сколько мы, сколько в поле зрения ВСА попадает кандидат в ФРБ, скажем, в день. Вот, смотрите, вот, 0,03-3, может, и частота ФРБ. Я только что сказал, что вот эта величина частота ФРБ, когда говорят несколько тысяч в день, мне кажется, что она очень большая, но эти все оценки сделаны на основании нескольких детектированных и поэтому, как мне кажется, вот эта вот частота появления в день от фастер-ридоз, она может быть от десятка до тысячи. Ну, соответственно, если это тысяча, то одна штука рождается в поле каждые дни. Дальше есть условия наблюдения, техногенные помехи и так далее, и так далее, которые, конечно, будут препятствовать тому, чтобы из кандидатов быстро родились в пресс получить его подтвердитель. Потому что, но, тем не менее, если мы имеем одно попадание в день, то уж где-то процентов 30 полезного времени за год мы найдем порядка 30 кандидатов хорошего должно было бы быть. Вот нарисованы не все, но много тех помех, которые мешают идентифицировать эти склески, и плюс еще неизвестность вектора. Все быстрые склески на мегагерцах были зарегистрированы. Поэтому, если склеск растущий в мягкую область, например, как у пульсаров, где максимум как раз на 100 мегагерц в районе этого, то это вообще подарок, потому что, вместо 30 янских можно больше, чем 30 янских. Если он падающий, увы, зависит от того, как он падает. Если падает минус один, все равно отчислительности достаточно, для того, чтобы обнаружить эти кандидаты. Еще одна проблема, это то, что много данных получается, все траваты на империодные. Огромное. Вот. Все. И, ну, как искать? Значит, поезд, пока он, пайплайн не до конца отлажен, но он есть, он отлаживается на временной шкале, надо относить туда. Надо переходить на шкалу 12-15, делаем попытки, найти кандидата. Но, чтобы не испугнуть, я пока показывать не буду. А, значит, самое классное было бы, конечно, найти, подтвердить этих кандидатов, путем реляции с другими нападениями. в лопатике, у нас обзоров всей сферы пока нету. А в данном реапазоне есть, поэтому те кандидаты, которые найдены, они будут, конечно, пробиваться, пробиваться на пазе ГБН ферми и стриотцесс антиграл, которые почти все почти в 4 пусинута. И, конечно же, надо переходить к реальному времени, к реальному времени, потому что одно было наблюдение, в реальное время, когда наши передали ОЛЕР по всем обсерваториям, там было много наблюдений, в оптике, в ГАМА. А туда смотрели, ничего там не нашли. Но ничего там не нашли, это значит, следующий раз найдем. И, конечно же, надо делать синхронные нагрузения, например, с ЛАФАРом. Потому что ЛАФАР, можно сказать, куда смотреть, с ААР. И, если синхронно в этой площадке будет что-то зарегистрировано, а вероятность не маленькая, то подтверждения дополнительного не надо, потому что техногенные помехи, они атмосферные не могут быть в одно время, с точностью нескольких десятков микросекторов поджаться. И, конечно, можно привлекать широкоугольную оптику. Такая оптика есть проект Power of the Sky в Германии, в Польше, который работает и в Северном полушарии. Есть проект с многоэкспертурным герескопом, который начинал давно, но сейчас он работает в Казанской станции, в Казанском университете, но люди, конечно, которые делают космонтену и, конечно, сауну. Все. Здесь как проверить модели? Ну вот я уже заканчиваю, я скажу, что проверить модель очень легко, как мне кажется. Если являются ли вот эти вот ФРБ от СГР, есть наши галактические дела, которые пахнут. Да, у них гигантские импульсы, вот из 4 известных, люди спорят 3,5, 3 или 4, но вот я знаю 4 гигантских импульсов, а от 4 СГР ну, есть и все полушарии СГР, пожалуйста, они работают, надо просто найти момент, когда они работают, а есть постоянная работа, еще у них конкурсы идут, в данном диапазоне интеграл после вчера сказал один из работал. Вот и это достаточно по проверке, потому что здесь расстояние не космологические и даже небольшой гипус в гаммодиапазоне, если там это есть, в принципе, там процесс интегрированный, он должен быть виден в радиодиапазоне. То есть модель эту проверить можно. Проверить это тоже можно, но сложнее немножечко, это надо искать после свечения, с быстрым временным разрешением, просто посмотреть после свечения, и искать в течение до 10-5 секунды, вот в таких вот специальных на спецах есть плато, в момент, когда резкая падение, предположим, что черная дыра скопывали в черную дыру, в этот момент есть ФРП нет, это ФРП все. Вот это можно видеть. Примеры уже работы с данными, вот пролет МКС, МКС подсвечивается какими-то радарами, значит, МКС хорошо видит, значит, здесь уже вот эти частоты, здесь по склонению различные лучи, а вот это уже развертка по частоте, МКС просто клонит как собака, значит, следующее, значит, здесь пульсар самый первый открытый аспирант кстати, очень интересно, вот кому из истории когда стал готовить вот это все дело, оказалось, что пульсары были открыты в том же году, что и Гамус Прест, вернее, первое наблюдение было, и почти в том же месяце, вот это июнь он был открыт, а Гамус Прест 2 июня 67 года, то есть они мировестненькие, по возрасту именно вот здесь дисперсия маленькая, но есть вот другой пульсар, соответственно, видите, здесь уже дисперсионная картинка отчеркиваем, ну и еще последний пульсарчик соответствует очень хорошую дисперсионную картинку по своей энергией, то есть то есть как и должно быть вот и у меня поскольку времени не осталось я хотел просто голосование провести вот есть голосование это секундочка в 93-м году Джерри Фишман, когда еще не было известных шкалы расстояний, значит, он раздал такие вот значки в 93-м году в 93-м году была партия голубых это галактика партия розовых это экстрагалактика и партия желтых неизвестные источники в 93-м году и на последнее заседание он сказал давайте поднимите кто за галактику значит 80% проголосовались с галактическим происхождением в 93-м году вот у меня вопрос если ведущий позволит такое голосование сделано учитывая предыдущий опыт по-моему, смысла в этом нет никакого я не знаю давайте переходим в заключение а то нет, значит нет спасибо за внимание пожалуйста вот такой вопрос если 100 негаберций предлагаешь смотреть 100 негаберций там не будут ли огромные инструкционные задержки на ней зависит от разрешенной частоты 1 на 1 до 1 минус 1,2 там полосатый макинул какие там месяцы не 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 во-первых первая дисперсия которую можно наблюдать поскольку прохождение всего 5 минут то есть если там дисперсионные будут месяцы то конечно ничего не все короткий вопрос а вот вот эти 16 известных событий по радио какие-то локализации есть конечно ну это зависит от того на каком инструменте я не скажу вот тут точно но оптикой туда уже пытались смотреть ничего интересного там из них по-моему на 1,4 гигагерца это достаточно близкие галактики это 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 не это это 1,4 гигагерца это а 50 квадратных градусов 40 квадратных градусов на самом деле больше будет попадать очень много плоновых источников там будет всяких янских секундочку каждый луч он же имеет свою диаграмму здесь же она не ночевая но в принципе там очень много мусора то есть вот когда начинаешь с этой данной работы там очень много мусора вы можете достигнуть точности с полу янского если там будут сотни янск в этом интернете куркуса которые только что показывают но это прыгающие источники это же не подъем а это вот мгновенные с кем? с кем с кем с кем с амплитудой упадет соответственно у вас амплитуда упадет будет хорошенький такой тк степень что очень миссия вся энергия разводится на если если мы штатировать то что на 1,4 ггц было найдено ну когда 1,4 или 4,4 мы уже считаем или там ничего не получится ну я не уверен что не получится потому что на самом деле истинную длительность кто не знает давайте так это серьезная проблема вы ее обсудите на том время амплитудуа что называется давайте поблагодарим еще докладчик и мы переходим к следующему докладу Андрей Семена расскажет нам об определении особенностей операционного течения в карликовой новой HL7 без анализа переменности ее светильности долгий день мой доклад будет посвящен карликовым новым и анализмическим переменам это ампартные двойные системы где происходит открытие на белый карлик природа от 10 минут до нескольких дней а размеры оказываются порядка 10 в 11 сантиметров и это соответствует микросекундам людей то есть даже с очень хорошими микроскопами с адаптивной оптикой никогда не нельзя будет посмотреть на них на прямую это также означает что для анализа этих систем для того чтобы понять как они выглядят как они работают остается только спектральная информация и временная переменность и по временной переменности они узнают очень много узнают о детали природы если система затменная то можно построить некоторую затменную картину диска и тем не менее количество затменных систем это одна из десяти хочется узнать об этих системах немного больше также эти системы еще интересны тем что в них как и в других системах дисковые отреции видят высокую амплитуду переменности у которой есть спектр мощности который имеет 30-ти пинового закона с наклоном минус один это означает что если вы посмотрели в какой-то момент на светимость данной системы и подождали некоторое время то разница между светимостью будет расти на них это было бы дело конечно и одной из очень удачных моделей которые предложили для объяснения данной особенности этих систем была модель распространяющихся обучения и она заключалась в том что на каждом радиусе аккреционного диска в темп агрессии тогда вещество похористки накладываются некоторые случайные фунтурации в результате получается что формируется некоторый спектр мощности переменности трамп агрессии когда он доходит до внутренних частей системы где происходит где-то половина энергоуделения данная переменность очень удобна для поделения свойств системы потому что во многих случаях мы знаем что у диска есть внутренний край там где геометрический микрон диск там должна заканчиваться переменность которую он формирует и в результате мы должны увидеть на некоторой частоте подавление этой переменности это то что действительно видится в магнитных системах агрессионные диски обрезаются магнитным полем компактного объекта вот модель распространяющихся фруктуаций она утверждает что спектр мощности вложенные фруктуации должны иметь мультипликативный характер в отличие от других моделей где вы можете положить случайные пластомовские возмущения это можно проверить с помощью распределения светимости по времени у системы и если у вас мультипликативный спектр вы увидите нормальное распределение ваших светимостей это действительно то что видят у всех системах у геновских двойных систем и у физических переменных это означает что мы можем использовать подверг соединяющихся переменах каким-то простым наглядным способом и оказывается такой способ есть дело в том что многие наблюдательные данные указывают на то что в подклесмических переменных оптический толстый прогрессионный диск не доходит до самой поверхности белого карлика это указание на это есть в основном в карликах новых коррекционный диск использует глобальную неустойчивость которая ведет к тому что в некоторый момент темп операции резко возрастает в этой модели есть некоторая точка зажигания неустойчивости операционного диска после этого к нему распространяется тепловая волна там где тепловая волна прошла темп операции увеличился внешние части диска светят более холодным и горячим излучением если волна неустойчивости началась во внешних частях диска однако эта задержка по расчетам для таких обычных размеров дисков не должна превышать нескольких часов а наблюдательные задержки составляют около суток это система по одновременным наблюдениям оптических рентгеновских и жестко-утрофилетовых скутников и данная задержка объясняется моделью испаренного внутреннего диска это модель рассчитывал вертикальную структуру диска мы можем ввести и тогда у нас диском может появиться корона в которой он будет испаряться это приводило к тому что диск по мере приближения белого карлика испарялся и в какой-то момент испарение было достаточно большое он мог исчерпнуть совсем в этой модели получалось что у вас обычный оптический толстый диск с неимнизованным водородом исчезал на некотором расстоянии от белого карлика надо заметить что в модели Майера эти короны имели температуру рентгеновские но все же наблюдательные данные показывают что по-видимому короны более холодные и по рентгенам рентгеновским запрением немагнитных эстетических переменных приведенных в данном случае с помощью абсурату яска было показано что локализация области действительно соответствует разминам геолокарлика это значит что все же когда идет терпокреция именно половина энергии которая высвечивается у поверхности геолокара высвечивается а остальная энергия высвечивается на более низких температурах итак надо заметить что есть еще некоторые модели в которых внутренняя часть рентгенов дисков от призмических переменов убрана и теперь мы имеем предположение что нет у нас внутренней части оптически толстого оптического диска смотрим на неустойчивость диска некоторой корректорой новой это очень любимая всеми наблюдателями потому что она находится достаточно близко от нас поэтому на ней в основном изучают все корректоры новые итак Лехов Геннадьевич Ленецов имея в виду данную модель оформирование спектра мощности переменности провел наблюдение в оптическом диапазоне того как ведет себя это в спокойном состоянии когда темп отреции низкий и во вспышке когда темп отреции высокий в спокойном состоянии мы ожидаем что диск обрезан и мы видим что спектр мощности переменности подавлены на некоторой достаточно низкой частоте приблизительно 1000 Гц во время вспышки спектр мощности меняется и частота подавления переменности доходит до 0,1 Гц а 0,1 Гц это приблизительно кеплеровская рыба на поверхности белого кардика также есть еще некоторые указания что возмущение которое диск вкладывает в темп отреции должно не стоить на характерных херкеровских временах хотя это точно сложно понять откуда берется оптическое мучение почему если мы ожидаем что терп отреции формируется во всем диске и сформированный спектр мощности должен лежать только на поверхности белого кардика оттуда переменность в оптике дело в том что с поверхности белого кардика излучается рентгеновское излучение которое падает на поверхность белого кардика на поверхность объявленности звезды компаньона перерабатывается и излучается в оптическом диапазоне. Оказывается, что переменность, не абсолютный поток, а переменность, которая вкладывает данное перенаботанное излучение в наблюдание оптического потока, преобладает в переменности всей системы. То есть, без сомнения, апелляционный диск светит в оптике, и, видимо, он доминирует над перенаботанным излучением, но, тем не менее, он дает мало переменности. Мы решили, что было бы очень хорошо повторить данное наблюдение для другой карликовой новой, чтобы качественно увидеть тот же эффект, на что терпокреции начинает доминировать над испарением. И мы для этого взяли карликовую новую с южного неба, потому что у нас появилась возможность примутать на телескопах в южной африканской обсерватории. Это была карликовой новая Шель-Сима, и она интересна тем, что она очень часто вспыхивает. Она вспыхивает превысочно каждые 15 дней, и у нее высокие конкурсии в спокойном состоянии. Это наши оптические данные. Вот четыре наблюдения мы провели, а эта серия показана средний профиль вспышки за последние три года, которые демонстрировала данная система. К нашему удивлению, взяв спектр мощности переменности оптической светимости в этой точке о вспышке или в этой точке исполненном состоянии, мы увидели, что подавление переменности не изменилось по частоте, тем не менее это был неожиданный эффект, который мы не можем ожидать и скорее из модели воспространяющихся возлучений, но он нам вроде как говорит о том, что с диском ничего не происходит во время вспышки. Мы решили, что мы дополнительно посмотрим на спектры, попытаемся взобраться с этой системой получше, взглянули на спектры по вспышке данной системы, это ультрофиолетовые данные, это геннерские данные, мы видим, что у нас есть оптическое излучение оптической тонкой плазмы, но его поток это 3-4% потока, который дает диск. Но это нормально для карлик рожного, дело в том, что когда терп аккреции в диске у поверхности белого карлика превышает 10-16 теги грамм в секунду, считается, что этот пограничный слой, который излучает остатки энергии, переходит в оптический толстый режим излучения, и вся остальная энергия должна исходить из жесткого ультрофиолетового чернофильного бампа. Что у вас в результате вообще изменилось? А, это... А, я извиняюсь. Да, вот здесь, и дальше. Тем не менее, мы после этого взяли спектры, что это властный спектр давней системы в спокойном состоянии, и к нашему удивлению мы увидели ту же картину. Дело в том, что в спокойном состоянии у поверхных новых обычно видят довольно большой геннерский потоп, и он соотносится по энергетике с оптическим выделением диска. То есть, как вы и ожидаете, у вас есть оптический тонкий баллон, который излучает приблизительно столько же энергии, сколько излучает диск, и, следовательно, нон-стока вы должны видеть геннер. А мы видим нон-стока. И, в принципе, это указывает на то, что в данной системе даже в спокойном состоянии темпа коррекции на поверхность белого каллика больше 10 в 16 грамм в секунду. И это весьма необычно для калликовых новых. И таких пока нет больше. Если мы рассмотрим немножко поближе ультрафиолетовую оптическую часть спектра данной системы, и можем попробовать даже разложить ее покомпонентно, это белый каллик, это звезда компонент, который, между прочим, ограничивает нас в возможности подтянуть эту систему поближе к нам и сказать, что мы можем как-то перебирать отношения диска и звезды компонента. И это чернотельная модель глощетная агрессионного диска. И в данной модели, которая показана сиреневым цветом, терпотреция внутренней части диска изымается. И к поверхности белого калликового оптически толстого диска доходит около половины гектарной патриции. Это может означать, что он оттуда уходит в ветре, или он запасается там, или же он испаряется в оптически тонкое течение, которое мы не можем почувствовать из-за того, что основная часть энергетики идет в жестком ультрафиолете, а система находится на расстоянии 250 пакет, и весь этот жесткий ультрафиолет поглощается, к сожалению. В данном случае возникает еще один вопрос, который, в принципе, мог бы и объяснить то, почему мы видим подавление переменности. Дело в том, что если у вас большинство энергоуделения происходит в жестком ультрафиолете, его оказывается довольно сложно переработать в агрессионном диске, сложнее, чем рентген. И вот тут есть некоторая модель Валентина Сулейманова, которая была предложена для того, чтобы объяснить объемы эффективности переработки ультрафиолетового, жесткого ультрафиолетового излучения в области. Ну а также, сложность этой картины может приводить к тому, что вы имеете и подавлять переменность на каких-то характерах, именно на переработке жесткого ультрафиолетового излучения. Однако, однако, дело в том, что есть СС Сыгнус, СС Лебедя, и у него есть высокое состояние, где мы знаем по тем жестким ультрафиолетовым излучениям, которые есть для этой системы, потому что она достаточно здесь находится, что у него тоже жесткое ультрафиолетовое излучение исходит из погоничного слоя, однако переменность у него есть. Поэтому, к сожалению, мы не смогли сделать конечного ультрафиолетового излучения как именно происходит подавление переменности, однако, для Шельцма можно сделать вывод о том, что итак, карель ПС, с наиболее высоким темпом отреции в спокойном состоянии, изнаблюдаемого, что оптический толстый актреционный гист доходит до поверхности белого корыта, исходя из того, что у нас есть некоторые отношения оптического и метрофиолетового метрофиолетового потока в спокойном состоянии, мы можем сделать вывод о том, что часть темпа актреции уходит, таким-то образом на внутреннем чистят виск из него, либо это ветер, либо это запасение вещества для новой вспышки, либо это течение фактически тонкое, которое и находит до поверхности белого корыта, но мы не можем его увидеть из-за того, что энергия выделяется в ультрафиолете, и мы не можем его посчитать. и на этом все. Вопросы? Вопросов нет? Замечательно. Хороший доклад. Давайте поблагодарим. последний доклад в этой сессии полярий Сулейманов расскажет нам о взаимодействии акционного диска в магнитном поле белого карлика в промежуточном поляре ГК и Аркусея. Так, вот здесь список моих соавторов, главным из которых является, естественно, подключаем, не работает. Главным из которых является Витя Горошенко. который выполнял весь анализ наглядельных данных. И речь пойдет здесь о промежуточных полях как подклассников из низких скелерных звезд, о которых нам Андрей сейчас много чего хорошо рассказал. Идет открытие называемый ничинный герой карлик с не очень большим магнитным полем. И эти преимущественные поляры являются очень мощными источниками жесткого рентгеновского излучения. И они, значит, составляют примерно половину излучения в радиогалактике, которую изучали. И температура, как вы видите, получается примерно 130. Как здесь все работает, это, наверное, один из самых простых источников жесткого регионовского излучения, который хорошо описан теоретически. Вещество падает вдоль канала магнитного, угоряется поверхность белого карлика, подвигается скучившая углажная волна. И здесь, значит, скорость падения вещества уменьшается в 4 раза, как там положено по теории. и оставшаяся генетическая энергия идет на нагрев, поэтому, собственно говоря, по температуре излучения можно оценить скорость свободного падения, которая была, соответственно, G1 квадратная на R. А поскольку в белых карликах радиус очень хорошо зависит от массы белого карлика, фактически у нас открывается канал для определения массы белого карлика по жесткому регионскому учебнику. Но это все было придумано очень много лет назад, 35 лет назад в злотке нужно, поэтому здесь с технической точки зрения ничего нет. Единственное, что нужно достаточно точно рассчитать вот эту постшоповую структуру после проходения ударного времени. И это очень можно сделать хорошо, потому что она оптически тонкая. Для излучения достаточно использовать функцию охлаждения. давление излучения влияния практически никого не оказывает. Я не собираюсь здесь выписывать все гидрогимические уровни, которые можно решить. И они решаются, и можно посчитать очень хорошо аспектр этой экологии. Собственно, половину работы, которая в статье описана, которая касается теоретической части, я рассказывать не буду, потому что она довольно простая, и там еще много нет. Просто интересны получились выводы, когда мы это все применили к первый раз на труде, и мы это больше 10 лет назад с Виктором сделали такую работу, где простой модели цилиндрической геометрии падения бесконечных веществ рассматривалась. Получилась такая однозначная сетка моделей, где каждой массе белого калибра соответствовал свой спектр. Таким образом Миша проанализировал данные все, которые были доступны со спутниками РФТ и табличка сравнения с оптическими определениями масс. Вы видите, что все здесь вроде бы хорошо, кроме вот этой злосчастной ЖК Персея, о которой мы сегодня будем говорить, там все не очень хорошо было. То есть определения давали существенно большую массу, чем рентгеновские. Ну и потом оказалось, что то значение массы, которое нам Рихтер навязал, потому что другие определения тоже были в том время, для ЕХ гидры, они тоже не очень соответствуют. Собственно, никакой корреляции здесь уже не оказалось, как после того, как их звезды подправили. Все массы получили свои массы для паренгеновских данных. И тогда же в той же работе мы догадались о причине. ЖК Персея это карликовая новая и она очень быстро вращается. Поэтому диск должен доходить меньше, чем до радиуса коротации. Радиус коротации для этой системы 10 раз белого карлика. А у рейсов может совсем близко проходить. Из-за того, что вещество падает не близко иншинстики, а с радиусом митосферы, то понятно, что скорость и спектр должен отличаться. Отсюда ясно, что для того, чтобы изучать такую систему с маленькими аминтосферами, нужна 2-х сетка модели в квазидипольной геометрии. Такая сетка модели была сосчитана в квазидипольной геометрии. Квазидипольная это означает, что такое вот соотношение использовалось. У вас не должна вводить смущение за картинка такая круглая, там геометрия падения достаточно сложная, но поскольку аптечки тонко это всё хозяйство, можно однегарную модель рассчитывать над квадратным сантиметром и всё. Собственно, показано, что происходит над квадратным сантиметром картинка. Площадь сечения канала фрекционного, вот она так зависит от расстояния от белого кармика. Андрей знает прекрасно, что эта форма правильна только на магнитном полюсе и вдали от него в степени будет литроечка не может помечать. Ну, неважно, это всего было сосчитано, такая здоровенная сетка модели была сосчитана, компьютеры теперь работают быстро, памяти на дисках хватает и можно еще подробнее сочетать. Ну, неважно. Собственно, как бы мы ничего не открывали, такие работы канала с коллегами сделали еще в 2005 году, практически сразу после нашей работы предыдущей, где они рассмотрели уже точно, как в цели дефольной геометрии всё происходит. Но, как видите, вот для тех же параметров, которые мы здесь взяли, это буквой а я обозначаю локальный квадратный сантиметр линий, но он важен, собственно, для оптических тонкого случая. Вы видите, что это показано, как скорость от 0 до 25, от скорости свободного падения, меняется, падает, куда появится белокарлька. Собственно, высота колонки определяется тем, чтобы вещество успело полностью охладиться и запормозиться. Такие условия ставятся. Температура сидя примерно так же ведёт здесь, а тут, соответственно, возрастает согласно на пункт скорей. Ну вот, видите, что согласие, по-моему, замечательное. Теперь о свойствах спектра. При больших темпах локальных спектры практически одинаково получается, что 2 грамма на квадратных сантиметров что 20, а что 1 грамм. Но вот если брать очень маленькие граммы, колонка становится довольно высокой, и поэтому спектр немного смягчается. Но вот вся сетка, которая у нас есть, рассчитана для локальных темпов акреции больше 1 грамма на квадратных сантиметров, и, собственно, для очень малосветящих сверху преимущественных поляров надо все-таки применять с отторожностью. Но вот дальше мы увидим, что, собственно говоря, даже к преимущественной поляровой близко светимости ее применяет прекрасный результат. Ну вот, а здесь зависимость от радиуса аминтасферы. Две массы взятые, 0,9 масс Солнца и 0,6 масс Солнца. И синенькими спектрами показаны это с бесконечности падает у нас вещество, а это с двух радиусов где локальных падает. Ну и, соответственно, 0,6 масс Солнца. Здесь, значит, с бесконечности и она совпадает со спектром модели, когда 0,9 но с двух радиусов, ну и с двух радиусов, когда у нас еще нет. То есть мы видим, что один и тот же спектр может описаться либо моделью 0,6 масс Солнца, но падение бесконечности либо 0,9 масс Солнца, но падение значит с двух радиусов. Это пример, иллюстрирующий то, что мы увидим в ЖК Терсея, собственно говоря. Так, про модели все. Проверочный объект EX-гидер. Он очень хорошо изучен. Вот спектр Сузакова 80 кс длительность наблюдения. Прекрасно описывается спектр масса белого граника там хорошо известна по оптическим наблюдениям. И вот если мы ее сфиксируем, то получается радиус между сферой около двух радиусов белого карлика. Все здесь очень хорошо. Континуум описывается шикарно. Линию у меня в модели нет, поэтому они включены отдельно. Есть небольшой избыток в мягкой области, который нам сейчас не интересен на самом деле. Вот. И что еще можно извлечь из этой информации? Вот если мы перестанем фиксировать массу, то у нас получается некая какая вот зависимость. Здесь относительно разочной сферы, здесь масса белого карлика. И вот полоса возможных решений. То есть, если мы берем большую массу белого карлика, то естественно можно взять маленький разочной сферы. спектр у нас один. А если мы берем, так скажем, 0,6, большую массу белого карлика, нам надо брать большую микросферу, чтобы получить тот же самый спектр. Он становится все более жестким. Но это не все, что можно из этого спектра, из этих людей отделять. Вот нам Андрей только что рассказывал, что можно построить спектр мощности. И этот спектр мощности будет иметь зло, на который соответствует частота которого соответствует теплостной частоте на радиусу микросферы. И вот то, что было предложено Михаилом Геннадьевичем в работе 2009 года, ну там более ранние работы касались «Чёрный дыр», и «Куразов», «Вильпанов», и много других соавторов. Но вот они применили здесь, в работе 2009 года эту картинку к тренгентским пульсарам, инфицирующим, и показали, что с изменением светимости пульсара эта частота сдвигается так, как надо, то есть как магнитасфера живет и дышит. Так вот и получалось. А вот в работе одиннадцатого года это было все применено как раз не из игры, и частота основа у нас получилась ровно такая же, как у Мельцева с коллегами. Ну и эта частота основа позволяет вторую полосу здесь провести, на этой же плоскости относительно радиуса магнитасферы и массы белого карлика. они, естественно, пересекаются, слава тебе господи. И вот по этой точке пересечения мы можем определить одновременно массу и радиус массу белого карлика и радиусу магнитасферы. Таким образом, вот здесь мы предлагаем практически новый метод определения масс белого карлика и радиуса магнитасферы, комбинируя спектральный фитинг и свойства переменности излучения этих промежуточных поляров. Как это соотносится все с тем, что оптики нам давали? Вот она, полоса массы с ошибкой для массы этого белого карлика. Как видите, пределы ошибок с друг другом более-менее совпадают. Здесь 0.75 с здесь 0.79 массы Солнца. Таким образом, можно считать, ну, получили мы хорошую поддержку, что этот метод может быть использован и дает правильные результаты. И гипотеза, на самом деле, гипотеза о том, что слом происходит на кеплерской частоте аминкосферы, получил свой опыт людей, можно сказать. Вот это тоже важно, мне кажется. Переходим к ЖК Персея. Уникальный объект, я уже сказал, была вспышка в этом году, Ньюстаров наблюдал в максимуме. Все это можете прочитать. Есть еще наблюдение здесь в спокойном состоянии, но он пока не доступен, мы его не используем. И вот применение метода, что дало, вот так выглядит тревая блеска, вот так выглядят спектры. Разделен спектр с высоким потопом и с низким потопом. Видите, что они немножко различаются. Там в мягком области происходит страшное безобразие, очень сильное поглощение, до 10-24 см доходит. Поэтому не стали мы разбираться, что там происходит, просто отцепли и стали работать с жесткой частью, где увеличение на энергию больше 10 метров. И вот, что мы получили. Вот этот спектр мощности. Это, естественно, частота вращения белого калика, это ее гармоника. Вот они здесь прекрасно пересекаются. Получили массу белого калика 0,86, в районе сферы 2,8 в белых каликах. Если сравним с другими определениями, то мы видим, что, в общем, совпадение достаточно хорошее в пределах ошибок. Но мы получаем беспрецедентно низкую ошибку на массу белого калика. Надеюсь, в таком подходе. Спокойное состояние. Можно посмотреть спектры. Они накоплены с батом и интегралом. Вот эти спектры есть. Если мы просто зафетированы, видно, что температура здесь меньше в ярком состоянии, чем в жестком. И это означает, что именно то, что магнатосфера должна быть больше, когда состояние спокойное. Что-нибудь, кажется, меньше. Магнитное поле отжимаем. А дальше инспектор может становиться жестче. И действительно мы с вами это видим, что если мы сместили сюда, видим, что интегральный спектр и батом немножко жестче. хотя там всякие ошибки конечно существуют. Ну вот результат. То есть, для фиксированной массы, для интегрального батом идет эта полоса. Мы видим, что размер метросферы увеличился. И увеличился вот таким вот образом. Стандартная зависимость минус две седьмых для ального ска радиуса проходит в принципе в пределах ошибок наблюдений. Но если мы соединим центры, хотя у меня за это сильный двигатель не будет, поскольку ошибки достаточно большие, получим степень минус одну пятую. Любопытно, что ту же самую степень получила Романа Амарина в своих расчетах. Тоже маленьких монетросфер. Видите, от двух с половиной до пяти относительных районов. что она рассматривала. У нас именно столько у нас именно столько. Видите, здесь четкая, здесь двойка. Так что удивительное совпадение. Объяснила Романова свои результаты статьи тем, что поджимается метросфера, сжимаемость метросферы. При маленьких метросферах давление официрующего вещества сжимает и давление нарастает быстрее, чем если бы это был голодиполь. Вот синий красная линия а это та же линия по которой идет окреция. Видите, она поджата немножко. И если мы возьмем те формулы, которые мы предложили для такого случая, то можно получить оценки вещества ангетного поля. Это совпадает оценка с тем, что оценили Андрей с Мишей в 2014 году. Тоже поразумируемая метросфера, они там паблики получили. Для ЖК персия немножко меньше, потому что скорость отреции существенно больше. Вот собственно все, что я хотел рассказать. Спасибо за внимание. Вопросы? Технический вопрос. А когда считали спектры, которые мы можем себе потом не прозрачность какая-то? Трикли. Только трикли. Для 15 элементов трикли. Считалось, что жесткий спектр образуется температура больше 10 мм. Здравствуйте, пожалуйста. Есть модели захвата вещества магнитосферы, когда она не сразу цепляется на слабую обмущенную линию, а когда сквозь нее проходит, некоторое не развивается. Таким образом можно потерять некоторое количество энергии, и эффективно в вашей модели получится, что магнитосфера меньшего размера, чем она есть на самом деле. Но например, на EX-видоре получается, что это можно ограничить такие предположения конкретно. То есть можно показать, сколько энергии будет потеряна на границе там, где вещество захватывается. Мне это все интересно. Велком. Что, можно? Да, конечно. Я услышал, кто-то в зале сказал, что нет, там не поле. не не мне объяснять, что мультипольные компоненты быстрее, чем мультипольные падают. Для меня, может быть, и нет, для них достаточно. Для промышленности поляр не будет. Ну, здесь конкретно, на нескольких радиусах белого камера. и там уже дико. Ну, я надеюсь, да. Хорошо, давайте поблагодарим всех рублей. Спасибо. 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 Спасибо.